МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно ставят нас перед выбором. Михаил Пореченков, Денис Гребенюк и команда актёров смоделируют эти ситуации на улицах города. И с помощью скрытых камер узнают, какое решение примете вы. Мы не навязываем своё мнение. Мы просто хотим понять и разобраться, что делать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья. Иногда мы сталкиваемся с интересным фактом. Люди отказываются давать комментарии, почему они вмешались в ход нашего эксперимента. Иногда это скромность. Иногда нежелание показать свои подвиги на камеру. А может быть, это просто недоверие? Друзья, не бойтесь наших камер. Высказывайтесь. Нам очень важно и интересно знать ваше мнение. Итак, давайте начнём. Вот как раз в студию входит мой соведущий режиссёр программы Денис Гребенюк. Привет. Привет. Сюжет смонтирован? Да, все полностью готовы к просмотру. И надеюсь к обсуждению с нашими сегодняшними экспертами. Безусловно. Тогда всё готово. Начали. Сегодня в программе... Сигаретки не найдётся? Стреляющие сигареты или взрослые под прицелом? Извините, прикурить не найдётся? Не, не надо. Зажигалку мне не надо. Такси с риском для здоровья. Или когда договор дороже денег. Нет, я не пойду никогда. Сейчас поедем деньги искать. Машину сядьте, будем в машине разбираться. Что вы? Не надо мне ваши деньги, мне от неё нужны деньги. Борьба с лишним весом нездоровыми методами. Вы о себе не думаете, вы о ребёнке подумаете. Женщина, ну вы же правильно сказали, это не ваше дело. Шарики за ролики. Или когда конькобежец дверью ошибся. Ты что, пока не освоился на роликах? Я заметила. В нашей студии специальный гость. Это Ирина Евгеньевна Спинша, консультант отдела защиты прав ребёнка, аппарату полномоченного по правам человека в Московской области. Здравствуйте. Ирина Евгеньевна, очень простой вопрос. Если к вам подойдёт на улице девятилетний мальчик и попросит закурить, я ему однозначно откажу. А как вы думаете, на улице что будут люди делать? Мой прогноз, к сожалению, неутешительный. Мне кажется, всё-таки... Дадут закурить девятилетнему. Давайте посмотрим сюжет и решим, кто же был прав. Я считаю, что всё-таки не дадут. Для нашего эксперимента мы установили скрытые камеры на городском тротуаре, где всегда большой поток людей. Скрывшись от глаз прохожих, Денис с командой наблюдает за происходящим. Первой стрелять сигарету у прохожих будет 12-летняя девочка, наша юная актриса. Как скоро ей дадут закурить и произойдёт ли это вообще? По информации Роспотребнадзора среди подростков от 15 до 19 лет курят 40% юношей и 7% девушек. В абсолютных цифрах выходит, что в нашей стране 3 миллиона курящих детей. Продавать сигареты детям запрещено, но дарить нет. Посмотрим, много ли найдётся взрослых, готовых снабдить табаком подрастающие поколения. Извините, прикурить не найдётся? Извините, прикурить не найдётся? Пока люди отказывают девочке, то ли понимая, что она ещё юна, то ли банально жалея сигареты. Точно пока известно лишь то, что никто не остановился сделать ей замечание. Извините, прикурить не найдётся? Не, не надо, зажигалку мне не надо. А вот и первая сигарета в руках актрисы. Куда смотрел этот мужчина, сейчас узнаем. Как вы думаете, сколько ей лет? Лет 19. А ей 12 лет на самом деле. Вы ей дали сигарету. Посмотрите, по 9 лет курят, по 10. Так разве что это хорошо? Дело в том, что паспорт пишет. Детям не продают сигареты, но тем не менее они иногда получают их из рук взрослых таким вот образом. Как вы к этому относитесь? Плохо. Плохо? Это моя ошибка, конечно. Надо было спросить, и не особо ли это. Давайте продолжим выяснять, кто ещё готов поделиться с девочкой-подростком ядом, вызывающим зависимость. Извините, сигаретки не найдётся? Из сигаретки не найдётся? Пора уже включать счётчик сигарет. Сигаретки не найдётся? Одна девочка. Извините, закурить не найдётся? Думаешь, что курить надо бросать? Правда, моя? Да я не для себя. Ну, наконец, хоть кто-то сделал девочке замечание. Денис останавливает небезразличную женщину. Мне вообще, честно говоря, вот когда молодёжь, я вижу, которая курит, любит, это для меня вообще... Это ужас какой. До будущего нет у страны. Пока он с ней общается, актриса продолжает просить сигаретки. Сигаретки не найдётся? Сигаретки не найдётся? Парень, вот он дал, у вашей сигареты. Ужас. Извините, закурить не найдётся? Сигаретки не найдётся? Закурить не найдётся? Закурить не найдётся? Вы, наверное, такие не курите, девушка. Ну, не всё равно. Люблю ты, мне всё равно. Спасибо. Для меня даже. С другой стороны, право каждого выбирать. Ну, с другой стороны, да, но у ребёнка, наверное, не такого выбора, как взрослый. Ну, у ребёнка есть традиции. Если родители курят и пьют... Ну, понимаете, все же говорят, родители, школа, ответственность на государство, ещё на ком. Нужно ли нам, взрослым, им об этом говорить, что нельзя курить? Не нужно. В итоге за 4 часа девочка насобирала столько сигарет, что никотина в них хватило бы на убийство пары лошадей. Может, нам просто попадались люди с плохим зрением, если они не смогли определить возраст актрисы? Давайте упростим прохожим задачу. Теперь просить сигареты будет 9-летний мальчик. Найдётся ли тот, кто не пожалеет ребёнка, не пожалев для него сигарету? Узнаем после рекламы. Извините, закурить не найдётся? Мы натураль... Сегодняшний эксперимент посвящён проблеме подросткового курения. Дети просят у взрослых закурить. 12-летней девочке удалось набрать полпачки сигарет. Но теперь ответственность прохожих испытает 9-летний мальчик. Закурить не найдётся? Закурить не найдётся? Нет, нет. Прикуринг не найдёсся? Чё? Прикурить не найдётся? Нет, я не курю. Прикурить не найдёсся? А? Прикурить не найдёсся? В겁ная тряк. Прикурить не найдётся? Покурить? Угу. У тебя будет 4 рубля? У меня нет. Нет? Нету. Странный молодой человек угостил ребёнка. Впрочем, по возрасту он сам ещё далеко не взрослый. Поэтому не надо его судить. Но опросить его мы просто обязаны. Как вы думаете, сколько ему лет? 11. 11. А во сколько лет можно начинать курить? Посмотрим. То есть вам всё равно? А вы во сколько лет начали курить? Вернём. Спасибо. Юный актёр продолжает осваивать мастерство выуживания сигарет из чужих пачек. Прикурить не найдётся. Прикурить не найдётся. Тяженька, тяженька, а у вас не найдётся прикурить? Сынок, а ты для взрослых? Да. Ну, нет, я не курила, извините, я не курила. А прикурить не найдётся? Прикурить не найдётся? Ты маленький. А я для брата. Ну что? Ну что, вам жалко? Маленький. Чего? Хорошо. Ну не правда ли, брата? Курящая девушка не поддалась на уговоры. Интересно, что она думает об этой ситуации. Сколько раз ещё этот молодой человек должен был бы попросить у вас сигарету, чтобы вы ему всё-таки её дали? Я ему не дала бы сигарету. Точно? Точно. А если для брата? Нет. А если бы было, ну, хотя бы на 3 года больше, вот ему сейчас 10? Нет. А было бы 13? Мало. А когда можно? Не знаю. А как вы думаете, нам взрослым стоит как-то убеждать детей в том, что рано ещё курить, что нельзя этого делать? Или можно отмахнуться и сказать, что он... Выбор каждого, курить или нет. Но не в таком, конечно, возрасте ещё. Около 10 часов дети просили у прохожих сигареты. 12-летней девочке не отказали 11 человек. 9-летнему мальчику – трое. Всего они обратились приблизительно к 200 людям. 7% из них дали сигарету, 3% сделали детям замечание, а 77% людей отказали или просто прошли мимо. Никто, ни один не возмутился просьбой ребёнка. Не кажется ли вам, что общество недопонимает опасности курения вообще, а в детском возрасте тем более? Ну, по сути дела, это должна быть пропаганда именно здорового образа жизни и антиреклама табачных изделий. Что больше всего меня поразило в этом сюжете, что первый человек, который дал этой девочке сигарету, это мужчина, в общем-то, в достаточно таком серьёзном возрасте. Я ожидала, что дадут, ну, подростки. Наверное, всё-таки реклама должна быть больше направлена к взрослым людям, которые ответственны за этих детей. Конечно, конечно. Может быть, этому взрослому, убилённому сединами человеку в голову не могло прийти, что маленькой девочке 12 лет нехорошо давать сигарету в руки? В определённом смысле нужно призвать взрослых поставить себя на место родителей. Вот, вот какая, хорошо, это замечательно. А как будет, запрещать? Я считаю, что нужно разъяснять детям последствия. Вот то, что будет дальше. Как трудно отказаться от этой сигареты. Объяснять детям, что это зависимость, что это цепь, в определённом смысле клетка. Что делать, если к вам подошли, если вы видите такое? Какой-то полезный совет, просто попытаться поговорить с этим ребёнком, не давая ему ни сигарету, ни прикурить. А если нет времени? Просто задать вопрос, как бы, а почему ты куришь? Чаще всего в подростковом возрасте это всё-таки связано... С подражанием. С подражанием. С желанием быть постарше. Да. В общем, нужно остановиться, посмотреть вокруг себя и помнить, что дети – это наше будущее. Да, это продолжение. И наше зеркало в чём-то? Почему ты сейчас остановила на меня? Потому что я хотел бы в таком зеркале видеть такую отражу. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, согласились быть нашим экспертом. Спасибо. Спасибо большое. Большое, Ирина. Спасибо. Уважаемые взрослые, старайтесь не забывать. Продажа сигарет детям до 18 лет запрещена. Родители, заблаговременно расскажите детям о вреде курения. И вообще, чтобы не оказаться в двусмысленной ситуации, когда ребёнок просит у вас сигареты, лучше бросить курить самому. Вместе с нами эксперт Юрий Юрьевич Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. Мы поставили эксперимент на тему отношения таксистов с клиентами. И краеугольным камнем этих отношений является их финансовая сторона. Перед вами площадь у входа в центральную станцию метро. Всё готово к проведению нашего нового эксперимента. Из такси выходит девушка, но водитель недоволен. Девушка, подождите, девушка. Он считает, что она ему не доплатила. 50 рублей не доплатили. Какие 50 рублей? Мужчина грубо тащит девушку обратно в машину, требуя доплаты. 50 рублей добавить, пойдёмте машину. Куда я пойду? Машину пойдём. Я не пойду никуда. Машину пойдёт. Люди вокруг оглядываются. Они не знают, что таксист и его клиентка – наши актёры. По статистике, в 20% поездок таксисты пытаются обмануть клиента. Они используют такие уловки, как отсутствие сдачи или накручивание счётчика выбором неоптимального пути. Но и водители часто становятся жертвами преступлений. Сами таксисты рассказывают, что в 10% случаев клиент пытается избежать оплаты проезда. Иногда даже с угрозой жизни водителю. Чью сторону примут люди на улице? Давайте узнаем. Я вам заплатила. Пойдёмте. Вы договорились. Не трогайте меня. Пойдёмте. Что это такое? Отстаньте от меня. Идите в машину. Я никуда не пойду. Усердие, с которым таксист затаскивает девушку в машину, явно неравноценно той сумме, которую она ему якобы задолжала. Тем не менее, люди вокруг пока не решаются сделать агрессору замечания. Хотя… Сейчас вас заряд местный заберёт. Отойдите меня. Пойдёмте. Никуда я не пойду. Отстаньте от меня. Идите в машину. Идите в машину, сядьте. Отстаньте от меня. Вы её оставьте. Вы вызовете милицию. Я с ней сам разберусь, идите. Я вам заплатила уже. Что вам ещё от меня надо? Посмотрите, девушка молодая. Чего вы её дёргаете? Посмотрите на себя. Не трогайте меня. Я с ней сам разберусь. Она не доплатила мне ей 50 рублей. Слушай. Всё, я сказал. Ну, мне вас сейчас арестовать или чего? Всё. Не надо ничего, кого арестовать. Всё, тогда отпустите. Пойдёмте в машину. Я никуда не пойду, я вам заплатила. Натиск водителя не испугал этого мужчину. Испугают ли его наши камеры? Отойдите. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Что делать?». Почему вы вступили за неё? Совесть. Простое понятие совести. А если она действительно не доплатила денег? Ну что, это ничего страшного. Здесь можно выяснить нормальным путём. И снова машинка подъехала. Наш эксперимент повторяется. Идите, сядьте. Идите в машину. Пойдёмте в машину. Я никуда не пойду. Сядьте в машину. Я вам сказал. Сядьте в машину. У меня 50 рублей должны есть. Мы с вами о чём договаривались. Идите, сядьте в машину. Идите в машину. Сядьте. Идите в машину. Некоторые смотрят с явным осуждением, но не вмешиваются. Что же, дорогие зрители, пора бы уже определиться, что вам – шашечки или ехать? Михаил идёт расспросить тех, кто решил остаться в стороне. Чего вы не вмешиваетесь? Просто у них отношения такие идут. Я не знаю даже, что. Не надо вмешивать. Кто виноват из них? Я боюсь ещё виноватым остаться в этой ситуации. Понял. А тем временем у девушки появляется заступник. Всё заплатила. Отпустите. Не трогайте меня. Не трогайте меня. Я вам всё заплатила. Я никуда не пойду. Машину. Сядьте. Я никуда не пойду. Отстаньте. Так, мы сами разберёмся и не трогать. Пойдёмте машину. Я вам всё отдала, что у меня было. У меня нету больше ничего. Почему вы решили вмешаться в эту историю? Потому что неправильно это. Что это за бред? Все стоят, смотрят на это, никто не вмешивается. Это ваша гражданская позиция такая? Да. И я думаю, каждый должен так поступить. Вдруг эта ситуация будет опасной? Агрессивный человек будет вести себя как неадекватно? Ну, значит, я буду так же вести себя неадекватно с ним. Иначе так будут все поступать. Мы снова повторили попытку. Машину ведите садить. Нет, я не пойду никуда. Сейчас поедем деньги искать. Никуда я не поеду. Пошли. Поедем деньги искать сейчас. Отпустите меня. Пошли. Пошли. Я не пойду. Машину сядьте. Будем в машине разбираться. Что вы? Не надо мне ваши деньги. Мне от неё нужны деньги. И девушка предлагает таксисту свои деньги. После его отказа она достает телефон. Интересно, куда она решила позвонить? Я понимаю, вы звонили в милицию, да, и сообщали номер таксиста, да? Да. Больше похоже было на бред. Здесь очень много людей вокруг. Какая-то девушка тащит такси. Скажите, пожалуйста, а почему мужчины проходят мимо такого безобразия? Ну, да, немного странно. Я звонила и видела, что несколько женщин вокруг тоже звонят. Замечательная девушка, которая сразу же поступила очень правильно. Сообщила номер автомобиля правоохранительным органам. Теперь внесём изменения. Требовать свои деньги будет не водитель, официально оборудованного такси, а шофёр, практикующий частный извоз на дешёвой иномарке. Пойдёмте машину, мне ещё 50 рублей должны. Я не пойду никуда. Пойдёмте машину, я вам сказал. Я не пойду. Машину, пойдёмте сядьте. Не трогайте меня. Грубость так называемого «бамбилы» сразу привлекает внимание окружающих мужчин. Во что выльется эта ситуация, вы узнаете после рекламы. Официальный таксист грубо требует у девушки доплаты за проезд. Это наш эксперимент. Каждый раз находились сочувствующие, но все они неизменно вставали на сторону девушки. Далее мы решили узнать, как среагируют окружающие, если в конфликт с пассажиркой вступит водитель-частник. На обычной машине без опознавательных знаков. И ситуация накалилась до предела. Продолжим. Вы мне ещё должны 50 рублей. Пойдёмте машину. Ничего вам не должно. Не надо меня трогать. Отстаньте от меня. Не трогайте меня. Пойдёмте. Я никуда не пойду. Понимаете ли я? Всё, вопросы. Я не пойду никуда. Я вам всё сплатила. Машину. Девушки. Пойдём. Я вам всё сплатила. Не трогайте меня. Я не пойду. Пойдёмте. Пойдёмте. Ты чё, х**, не пошли? А, б***ь? Ты чё, х**, не пошли? А, б***ь? Все машины? Водитель рискует остаться не только без 50 рублей, но и без пары зубов. Чтобы до такого не доводить, мы останавливаем эксперимент. Тихо, 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 не волнуйтесь, так сильно это наши актёры. Вы считаете, что нужно вмешиваться в такие ситуации? Да? Да. Это же агрессия, он брал её за руку. Зачем? Девушка, он мужчина, а она слабее, он сильнее. Вот и всё. Уступают люди абсолютно правильно, но всё-таки внутри нас живёт жёсткое животное и злодей, который может привести к ещё большей беде. Хотя я не могу обсуждать молодых людей, которые готовы идти до конца. Но всё равно стоит не только подключать душу и сердце, но ещё и разум. Все мы видели, что частный извоз практикуют мигранты, представители народов Кавказа и приезжие из Средней Азии. Ведь для такой работы требуется только наличие автомобиля. Как показывает практика, знание города и даже умение водить не всегда обязательно. Мы хотим выяснить, как изменится ситуация, если в конфликт с девушкой вступит именно такой извозчик. Подожди немножечко. Дорогая, стой, стой, подожди немножко. Ещё 50 рублей. 50 рублей, ещё мне нужно 50 рублей. Мы договорились на 300. Мы договорились на 50. Я не буду вообще платить. А сейчас я 250 дал. Я тебя прожарусь, в машину пройди. Я никуда не пойду. Не надо меня трогать. Я тебе говорю, машину пошли. Я не пойду. Я тебе говорю, машину пошли. 250 мне дали. В чём дело? В машину проходи. Проходи в машину. Не надо меня трогать. Давай машину, быстро. Не трогайте меня. Быстро в машину. Не надо меня трогать. Что это такое? Ещё полтинник мне нужен. Вера, в чём? 50 рублей мне нужно. Отойди, пожалуйста. Отойди, всё. Чего ты тащишь? В машину сходи. Я тебя сейчас вызову. Я тебя сейчас вызову. Я сам из милиции, да. Чего ты хочешь? Уводила девушку. Чего ты хочешь? Успокойтесь, 50 рублей мне нужно, девушка. Я вам вводила. Уходи подальше. Какой ты в милиции? Имеешь право. Так, ну-ка, руку выбирай. Мне нужен полтинник ещё. В чём дело? Девушка, сюда иди. Сюда иди, девушка. Ну-ка, руку выбери. И снова очевидцы встают на сторону девушки. А почему вы вмешались? Скажите, пожалуйста. Девушка, слабый пол всё-таки. Нет, поступиться надо. Иначе это, я не знаю, беспредел. То есть какое рыцарское поведение, это норма должна быть для мужчин? Ну, это не рыцарское. Это просто защита слабого пола. Большинство народу стояло всем. Встали, смотрели. Ну, как шоу просто, и всё. Тем более видят то, что не русский. Некоторые думают, что зачем связываться, раз не русский, то значит алё, алё. А имеет значение национальность, да? Ну, на самом деле, для меня нет. Указывается надуманная история с людьми других национальностей. Ничего, никто никого не боится. Все абсолютно нормально реагируют, адекватно. Мы повторили эксперимент 20 раз. Свидетелями ситуации стали почти 500 человек. 30% из них решили заступиться за девушку. Остальные 350 человек наблюдали со стороны или просто прошли мимо. Юрий Юрьевич, скажите, вот такая ситуация, которую мы разыграли здесь, да, с помощью наших актёров, она типична вообще для нашего города? Не могу сказать, что это типичная ситуация, да, потому что всё-таки вопросы тарифообразования, это, как правило, решаются в начале поездки, а не в конце. Что говорит сегодня закон? Закон говорит, что любая поездка на такси – это публичный договор фрахтования транспортного средства, заключённый в устной форме. Как это происходит? Ты открываешь дверцу машины, такси, называешь свой маршрут, и ты на передней панели этой машины видишь всю информацию о перевозчике и о тарифах, которые он тебе предлагает. И закон говорит, что таких тарифов могут быть три вида. Первое – это километровый тариф, да, то есть за единицу километров, сколько-то рублей за километр. Второе – это повременной тариф, столько-то рублей, там, за минуту или за час, там, или за полчаса. И третий вид тарифа – это, так называемые, трансферы, то есть тарифы, которые не зависят от реально пройденного расстояния и от реально затраченного времени. За 200 до метро. Так можно договориться? Давайте так. Вот закон говорит, что договариваться не надо. Вот эта информация, если ты хочешь за 200 рублей до метро, то это должно быть написано. Любые тарифы должны быть тебе доступны. И вот тогда ты решаешь, тебя эти тарифы удовлетворяют, ты тогда садишься, его, таксиста, удовлетворяет тот маршрут, который предложен, и вы в этот момент, когда ты сел и захлопнул дверцу, вы уже этот публичный договор фархтования транспортного средства заключили. Услуга оказана? Услуга оказана. Человек отказывается платить? Крупные таксомоторные компании, как правило, сегодня работают по заказу по телефону. То есть все идет через диспетчерскую. Они записывают все разговоры с потенциальными клиентами в момент заказа, чтобы потом никаких разборок не было. Следующая история. Как отличить водителя такси от бомбилы? Самое главное. Шашечный пояс на боковых поверхностях кузова автомобиля и оранжевый фонарь специфический для такси на крыше. Более того, обязательное требование наличия таксометра. То есть был бы таксометр и не возникало бы никаких таких проблем. Скажите, а у нас был и таксист, и бомбило? И, как правило, услуги второго дешевле? Скорее всего, там ПАСАГ застраховано всего лишь навсего места водителя. Места для пассажиров не застрахованы. Поэтому если на такой машине попадаете в ДТП, рассчитывать вам на какие-то компенсационные выплаты страховые не приходится. Давайте вернемся к сюжету. У нас защищали в основном девушку, хотя она не доплатила. Почему ее никто не осудил? В официальном компании такси. Наемный работник, он получает зарплату, у него есть план. Значит, если он в день перевозит 10 пассажиров, каждый ему не доплатит по 50 рублей, значит, он 500 рублей в конце смены должен из кармана выложить. Понятно. Давайте на этом мы и закончим сюжет. Большое спасибо, что вы так досконально и четко разобрали все ситуации, о которых мы говорили. Спасибо. Оценить и обсудить наш следующий эксперимент любезно согласился. Кандидат медицинских наук, психотерапевт Олег Гладышев. Здравствуйте. Добрый день. Тема нашего сюжета – отношение к полным людям, а также ответственность родителей за питание ребенка. Олег, мы знаем, что вы являетесь специалистом по вопросам пищевого поведения. Да. Как вы думаете, насколько эта тема злободневна для нашей страны? Пускай цифры не пугают, но вот в Москве, например, каждый четвертый ребенок полный. Из взрослых, опять-таки, процентов 30 страдает избыточной массой тела. А с чем это связано? Об этом мы поговорим после. Давайте посмотрим сюжет. Это ресторанный дворик в одном из торговых центров Москвы. Здесь установлены скрытые камеры, а из укрытия за происходящим наблюдает Денис. Упитанный мальчик и соответствующие его телосложению мама садятся перекусить. Но в группу подростков по соседству эта семья нестандартных размеров сильно забавляет. Эти ребята, как и крупногабаритное семейство, – наши актеры. Ожирение влияет не только на здоровье. По статистике, у людей с лишним весом меньше шансов получить престижную работу или удачно вступить в брак. К тому же полные люди часто становятся предметом насмешек. Однако больше всего пугает количество детей, страдающих этим недугом. В странах одного лишь Евросоюза таких детей 103 миллиона, и каждый год добавляется по 400 тысяч. Сегодня мы узнаем, как реагируют окружающие на издевательство над человеком за недостатки его фигуры. – Я бы на его месте целый кусок бы запихнул. – Чего там резать-то? – Кто-то съел. – Что, помочь тебе? – Не знаю, все. – Сам зарежешь. – Да кто таки сюда пустил вообще? – Ты уже у меня сын такой прямо. – С сыром, понятно, восхищается еще. – А так кусай, смотри, я тебя сейчас научу. – Слушай, мам, у меня нет. – Давай, второй, план номер два. Берешь вот так, вот так откусываешь, смотри. – Прям с тарелкой. – Весь с тарелкой. – Слина, я пойду мороженку еще нам. – Я нахнила. – Да? – Останешься один точно? Не страшно тебе? – Смотри, смотри, смотри. – Да-да-да. – Ну дай ему еще мороженку. – Сейчас вообще будет все. – Лишние калории. – Эй, пухлый. – Эй, пухлый. – Эй. – Ну, внимание не обращайся. – Слиная мотка. – Смотри, смотри, я тебе. – Оп. – Рюкотики бросают. – Эй, хватит есть. – Слушай, не лучше. – Рюкотики. – Оп. – Что такое? – Значит так, пацаны, еще раз что-нибудь. – Полетите вы, ясно? – Куда полетит-то? – Пока актеры не пострадали за идею, Денис останавливает эксперимент. – Как, в порядке? – Да-да. – Нормально. – Эти подростки, они наши актеры, равно как и тот мальчик. Мы разыгрывали эту ситуацию и хотели увидеть, как реагируют люди на несправедливость, на хамство. – С детства не люблю несправедливость, поэтому я и заступился. – А имеет значение, кто несправедливо себя ведет, подростки это или взрослые? – Абсолютно не имею ничего. – А как вы думаете, почему очень мало людей вмешиваются в такие ситуации, в принципе? – Потому что человечности мало, я скажу, сегодня. – Ну, как думаешь, они имели право так поступать? Можно так себя вести? – Нет. – А что нужно делать в таких ситуациях, когда ты видишь, что кого-то обижают? – Ну, нужно заступиться. Мы продолжаем эксперимент, но теперь будем исследовать немного другой вопрос. Как отреагируют окружающие, если вину за лишний вес ребенка будут возлагать на его родителей? – Женщина! Извините, пожалуйста, это, конечно, не мое дело, я понимаю. Ну, вот я просто не могу смотреть, вот вы ребенка кормите такой вредной пищей. – И что? – Нет, вы извините, ради бога, я не хочу вас не оскорбить, ничего просто. Вы же не хотите, чтобы он вот стал таким же, как вы, правильно? Он же так, смотрите, он маленький мальчик, а у него избыточный вес. – Женщина, давайте так, вы вот вначале правильно сказали, это не ваше дело немножко. – Не можете смотреть, когда вот ребенок, он маленький, у него, скорее всего, одышка, он, скорее всего, на физкультуру не ходит, да, наверное? – На чью сторону встанут очевидцы? Узнаем после рекламы. – Мы проводим эксперимент. Группа подростков издевается над полным ребенком. Нашелся мужчина, который грубо прекратил насмешки. А сейчас наша актриса делает замечание полной матери. Обвиняет ее в неправильном питании ребенка. Вмешается ли кто-нибудь в перепалку? Давайте посмотрим. – Вы о себе не думаете, вы о ребенке подумаете. – Женщина, ну вы же правильно сказали, это не ваше дело. – А если вы за салатик какой-нибудь там что-то, ну вот эта пицца, зачем это нужно? Вообще-то вредная пища. – Ему это нравится, он хочет есть. Ребенок целый день гулял. – А кому не делясь? – Не может, мы с мужем уедем на право? – Не, ну вы-то своего ребенка тоже, я смотрю, пиццей кормите-то, я так, ну, полагаю. – Ну, может, это как бы понятно, что… – Ну, я-то тоже как бы здесь супчик не могу сварить ребенка, вы же понимаете? – Потому что ребенок у меня целый день голодный. – Он не хочет. – Он не хочет, но стесняется. – Стесняется. – Смешно. – Вдруг появляется отец ребенка. По его внешнему виду можно судить, что мальчик растет во всех смыслах в полной семье. – А что случилось? – А чем вы кормите сына? – И не нравится, чем мы кормим сына? – Нормально? – А чем у ряки идет избыточный вес? – Зачем ему вот это… – Отлично. – Кушай, сынок, кушай. – Кушай. – Скажите, пожалуйста, вы слышали разговор вот этой женщины и семьи? – Да. – И вы даже в нем поучаствовали. – А что вы сказали? – Я сказала, что люди не были в Америке, не видели, какие дети после такой еды. – Вот на чьей вы стороне в этом споре? – Казалось бы, у женщины разумные доводы, но с другой стороны она лезет не в свое дело. – Ну да, но она сказала свое мнение, как бы и все. И просто не надо продолжать разговор, потому что если люди не хотят, они и видят так себе ситуацию. Значит, это их ребенок, их права. – Ну а на чьей вы стороне вот в этом споре? – К той женщине. – А стоит вот так делать замечания в вещах, которые у тебя ничем не касаются? – Вы знаете, стоит. – Надо, надо, да, со стороны сказать, и люди задумываются. – Я думаю, что каждый должен жить так, как он считает нужным. Ну, хочет мальчик кушать. Я понимаю, что мальчик, конечно, толстый, это неправильно. Я хотел еще такой по головке подводить сказать – кушай, кушай, сынок, никого не слушай. Чем нравится, то и делай. – Людям никогда не нравится, когда им говорят правду. – Все-таки совать у нас свое дело не стоило этой женщине, как вы думаете? – Я думаю, да. – Просто нужно, я думаю, государству позаботиться о правильном питании, постоянно рекламу или какие-то там, чтобы она сама видела, что действительно она неправильно поступает со своим ребенком. – Мы продолжали повторять эксперимент целый день. Около 200 человек стали его очевидцами. Вмешаться в ситуацию решились 30 из них. С позиции стройной блондинки согласились 80% вмешавшихся. – Такая проблема с избыточным весом. Почему? – Сейчас пища во многом становится не просто средством для пополнения энергетики. Сейчас очень часто еда становится средством для улучшения эмоционального состояния. Еда, пускай в кавычках, это наркотика. То есть это такая же зависимость, в общем-то, как и алкогольная. – Так что же раньше не знали о такой зависимости? – Выбора было меньше. Сейчас мы приходим в пивной магазин и видим 40 сортов пива. – Это плохо? – Для здоровья – да. Для настроения может быть и хорошо. – Все-таки это личное дело каждого? Или кто-то имеет право вмешиваться в чужой образ жизни или нет? – У меня позиция двоякая. С одной стороны, я врач. С другой стороны, я тот посетитель, который бы сидел рядом за столиком. Во втором случае, как посетитель, я бы отнесся к этой блондинке как к блондинке. Блондинка говорит глупость. Критика должна быть конструктивной. Если ты что-то сказал, помоги. Чем ты можешь помочь в данном случае? Вот данная блондинка чем может? Ничем. Человек тучный. Он понимает, что он страдает. Он это понимает. Он справиться с этим не может. Нужно обращаться к специалисту. Вот в данном случае я бы что рекомендовал блондинке? Вот не так вот в лоб. Женщина, что вы делаете? Подойти и сказать, вы знаете, в нашей семье была такая же проблема. Понимаете? Вот я, грубо говоря, влезла в интернет, нашла ссылочку на какого-то там специалиста, и сказали, вот возьмите телефончик. Вот это было бы правильно. Все-таки к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Тем более к людям, которые страдают таким недугом, как полнота. В общем-то, да. Большое спасибо, что вы были в нашей студии, были нашим экспертом. Всего хорошего, Олег. В такой ситуации не стоит осуждать, оскорблять или смеяться над полным человеком. Он и сам страдает из-за своей неуклюжести. Если вы действительно хотите помочь и знаете как, дайте номер телефона или адрес учреждения, где ему окажут квалифицированную помощь. Следующий сюжет мы посмотрим с нашим экспертом Терезой Дуровой, народной артисткой России, художественным руководителем театра «Умэной Серпуховки», ранее известного как театр «Клоунады». Но пригласили мы ее за немного другие увлечения, потому что тема нашего сюжета оказалась ей близка. Мы разберем спорную ситуацию. Перемещаться на роликах в торговом центре запрещено. Окажут ли люди помощь человеку, который нарушает правила и мешает окружающим? Этим вопросом задался Виктор Пихлевин из «Читы», который и попросил нас снять сюжет на эту тему. Вы тоже можете войти в историю программы «Что делать?». Предложите свою тему в комментариях на сайте перец.ру. Давайте посмотрим, а мы знаем, что вы увлекаетесь роликами. С удовольствием, да. Давайте посмотрим сюжет, а потом пытаемся его прокомментировать. Это вход в один из гипермаркетов Москвы. За каждой эмоцией окружающих людей наблюдают скрытые камеры и Михаил. Вот из дверного проема показывается девушка на роликовых коньках. В торговом центре запрещено передвигаться таким способом, но охранники ее не останавливают. Они знают, что это наша актриса. Остальные прохожие – нет. Первые роликовые коньки были изобретены в 1743 году. Но тогда их конструкция была неудачной. И в 1863 году были изобретены ролики с попарным расположением колес. По-настоящему ролики завоевали мир в 1979-м, когда впервые были разработаны коньки с привычным сейчас расположением колес в одну линию. В наше время катание на роликах очень популярно, даже несмотря на то, что это один из самых травмоопасных видов спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, простите. Этот мужчина помогает девушке, но нам интереснее те, кто прошел мимо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот девушка там на роликах была. Вы так мимо прошли, у Каризина покачали головой, никак не отреагировали, не помогли ей. Почему? Скажите, пожалуйста. Она уже устояла. Она устояла, да? Конечно. А у нее рассыпались яблоки. На это не надо помогать, нет? А я вот это яблоки действительно не заметил. Не заметили? Нет. Нет. И снова девушка драматично падает. Но очевидно, мороженое от этого не становится менее вкусным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай пакеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай пакеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока остальные прохожие помогали нашей бедолаге, женщина в розовом была занята своей корзиной. Сейчас Михаил расспросит очевидецу. А вы правильно ли делает девушка, которая катается на роликах, там, где кататься запрещено? Конечно, нет. Нельзя? Нужно соблюдать законы, да? Обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так, по совести, нужно ей помогать, когда она уронила яблоки или что-то? Конечно, все бросились помогать. Видели, что творилось на поле? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина сказала, что все бросились помогать, но это не так. Помогали далеко не все. Да и сама женщина просто наблюдала. Но мы оставим этот факт без комментария и продолжим эксперимент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только в сей раз терпение прохожих испытает парень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, тихо, тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помоги, пожалуйста. Вместо того, чтобы помочь, мужчина решает взять другую тележку. Почему он так сделал, вы узнаете после небольшой рекламы. Очередной эксперимент мы ставим у входа в гипермаркет. Здесь категорически запрещено находиться на роликовых коньках, но наши актеры, игнорируя правила, мешают окружающим. Тем не менее, многие люди помогали и парню, и девушке собрать разбросанные продукты. Но этот мужчина просто обходит стороной препятствия на колесиках. Почему так, уже идет выяснять Михаил. Не надо помогать такому человеку? Думаю, что нет. Да? Конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. Ну что же, и так бывает. Но эксперимент еще не закончен. А, извините. Ну, спасибо. А, блядь. Парень выписывает жутковатые пируэты, но сострадание его лебединый танец пока ни у кого не вызывает. А, блядь. Извините. Епарас. Стой, стоишь? Да. Ты что, пока не освоился на роликах? Я заметила. Здравствуйте, милая девушка. О, Господи! А почему вы бросились помогать человеку, который нарушает правила, которое у вас написано «На роликах не кататься». Я понимаю, но ему же не разуться и босиком не идти. То есть надо жить по совести? Обязательно. Или по закону? По совести, но желательно соблюдать закон. В течение 10 часов наши актеры падали и роняли продукты. Свидетелями их взлетов и падений стали 500 человек. 60% из них прошли мимо. 15% выразили недовольство. И 25% людей помогли горе роллером. Вот такой сюжет предложил нам снять наш телезритель. Вы тоже можете войти в историю программы «Что делать?». Предлагайте свою тему в комментариях на сайте перец.ру. Я хочу сказать, что многие помогали, многие проходили мимо, но никто не сказал, ребята, но существует закон. Вы, видимо, очень законопослушный человек. Нет, просто... Я вам советую поменять работу. Давайте, давайте. Ну не закон, а просто правила, Михаил. Правила распорядка. Какая молодая девчонка на роликах поперла в супермаркет. А ту ее, а ту. Меня удивило другое. Вот почему никто не улыбается. Потому что для меня, например, эта ситуация довольно комическая. Я бы, наверное, да, что делать? Надо, конечно, остановиться, вместе с ней посмеяться, что она попала в такую неловкую ситуацию. И, естественно, помочь. Жалко у людей пропало чувство юмора. Может быть, допускать себе позволить улыбнуться и больше как-то, ну, расслабиться, что ли? Это, пожалуй, ответ самый главный. Покупки все уже сделаны, деньги уже потрачены. Вот с Денисом мы считаем, что это самый главный ответ, наверное, на многие проблемы. Да будь проще. Вот одна маленькая деталь. Там нельзя кататься на роликах. Как достучаться до людей, что, ребята, ну, если мы не будем соблюдать законы, даже вот такие и правила, нам каюк. В глобальном масштабе... Мы будем жить в беспредельном государстве. Смотрите, вы берете очень маленькую, частную, совершенно без... Да, мы такие. Такую, да. Без частного, в общем. И очень такую, в общем, нежную ситуацию. И хотите возвести ее в проблему... Ну, она так и получается. Вот для меня сейчас самая главная проблема – это отсутствие чувства юмора и ощущение, что этот человек близкий тебе с руками, с ногами. Давайте на этом остановимся и скажем, что начнем с себя и с чувства юмора. Большое спасибо, что вы пришли и согласились любезно прокомментировать. Спасибо, что предложили. Помните, роликовое катание категорически запрещено на автомобильных трассах, железнодорожных вокзалах и платформах метро. Катаясь на роликах, не забывайте о безопасности окружающих. Спасибо, что были с нами. Предлагайте свои ситуации на сайте перец.ру. Ровно через неделю мы снова покажем ваши реакции на самые сложные и неоднозначные ситуации. Смотрите, как мы и наши скрытые камеры смотрим на вас. И не забывайте – вы люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова